Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Александровна Голорина. Я библиотекарь отдела организации и использования Единого фонда централизованной библиотечной системы города Мяса. В преддверии 250-летнего юбилея нашего города я предлагаю вашему вниманию книги наших замечательных земляков, писателей и поэтов Лилии Николаевны Проскуриковой и Корене Корленовны Гаспарян. Биография Лилии Николаевны Проскуриковой началась в трудное военное время. Она родилась в 1942 году под Смоленском, в деревне Иваньки, в оккупации. Там всем известно, какие зверства творили фашисты на оккупированной территории. И не раз жизнь их семьи висела на волоске, когда фашисты сгоняли жителей деревни на расстрел. После войны семья вернулась в Смоленск. Их приютила сводная сестра мамы. В 1950 году Лилия пошла в школу. И уже в пятом классе она написала свое первое стихотворение, которое поместили в школьной газете. После окончания школы она поступила в техникум связи и в 1965 году по распределению попала в МИАС. С тех пор МИАС стал ее второй родиной. Жизнь шла своим чередом. Все это время Лилия Николаевна писала рассказы, сценарии каких-то праздников, стихи. Свои стихи она печатала в газете МИАСКИЙ РАБОЧИЙ. И только в 2000 году по совету Лужу она пришла в литературное объединение «Ильминит». И с тех пор она является его активным участником. В 2005 году вышел в свет ее первый небольшой такой сборник «Рождаюсь заново на свет». Это сборник стихов и прозы. Стихи в этом сборнике в основном лирические, а проза представлена небольшими рассказами. И вот рассказ Лилии про Скуряковой МИСКО посвящен памяти ее старшей сестры Тане. Тане было всего 4,5 года, когда происходили эти события. МИСКО. Из репродуктора, установленного на крыше бывшего сельсовета, неслись бравурные немецкие марши. Офицеры и солдаты карательной части праздновали очередной успех на фронте. В Большом Новом Доме на окраине глушили самогон полицаи. Чтобы не попадаться на глаза ни кем, ни другим, сельчане сидели по избам. По центральной улице плыл дразняющий запах похода к кухне. Неожиданно музыка оборвалась. На чисто русском языке прозвучало «Внимание! Внимание!» В честь успешного продвижения доблестных германских войск командование устраивает праздник, кормит всех русских обедов. Спустя некоторое время к кухне потянулась полуголодная ребятня. Мордатый рыжий повар, самодовольно улыбаясь, наполнял протянутую посуду кашей. Вдруг он заорал, размахивая черпаков, «Руси Швайн! Руси Швайн! Москал! Москал!» Перед ним стояла худенькая девчушка лет пяти, прижимая груди эмулированную мисочку, на дне которой большими буквами выбита «Москва». Продолжая ругаться, немец ударил по злополучной миске. Она выпала из рук ребенка и покатилась по пыльной дороге. Охранник автоматной очередью расстрелял ненавистную посуду. Дети оцепенели. Оправившись от испуга, два мальчуга на постарше подошли девочке и отвели ее в сторону. Кухню сразу свернули, прицепили к грузовику и увезли. Злобная рубль еще долго висела в воздухе. На целом продолжала ли гремит немецкий марш? Дети молча расходились. И только девчушка сидела на обучении дороги и беззвучно плакала. В 2015 году истинно еще одна книга «Приветный уголок». Это сборник стихов. И в нем очень много стихов, посвященных нашему родному городу. Родина. Без края далекий синий, Вершины заснеженных скал. Картины любимой России, Твои, седовласый Урал. Средина великой отчизны, Привольный задумчивый край. С любовью шагаю по жизни, И вижу здесь истинный рай. Здесь тучи, и солнце, и ветер В содружестве тесном живут. Недаром мяс на планете Швейцарии новый зовут. Произведения Лилии Николаевны Вышли не только отдельными Изданиями, но и сборниках. У нас общий нерв, Имя твое, В целом жизнь проистекает, Язык войны, Эльминитовая чаша. Ее стихи очень музыкальны, И многие из них положены на песни Нашими мяскими композиторами. Несмотря на солидный возраст, Лилия Николаевна остается Очень оптимистичным человеком. В одной из ее стихотворений Есть фраза «И снова жизни гимн пою». Это ее жизненная кредо. Коренная Гаспарян Родилась в 1965 году В городе Махачкала. Училась она в школе-интернате Для девочек-горянок. Своё первое стихотворение Она написала в 11 лет. «Музыка. Капает музыка. Я набираю чам и ведро, И кастрюлю, и таз. Не забывайте, что набираете, Иначе затопит музыка вас. Музыка, 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 Которую пьете сейчас». В тот же год Сочинение на тему «Как я провел лето» Было написано на 12 страницах В стихотворной форме. Девочка ждала на спешек Со стороны своих сверстников, Но получила только добрение. И она поняла, Что стихи – Это огромный, большой, Неизведанный мир. И ей захотелось Поближе познакомиться С этим миром. Уже позже В беседах с известным Аварским поэтом Расулом Гамзатовым Корене осознала, Что нужно многому учиться. В 17 лет Корене приехала Учиться в Ленинград. Она училась В радиотехническом институте И ходила на занятия Литературных объединений города. Её творчество Получило отобрение У известных поэтов Виктора Сосноуры, Глеба Горбовского. Переехав в Москву, Корене работала И продолжала писать. В 1986 году Муж по распределению Попал на работу в ГРЦ. Вместе с ним Приехала в МИАС и Корене. Вскоре после приезда Гаспарян понесла Свои стихи В редакцию газеты МИАСКИ РАБОЧИЙ. Там её встретил Заведующий отделом Литературы Соломон Эпштейн. Он заинтересовался Её произведениями И через неделю Перезвонил, Сказав, Что стихи Будут напечатаны В газете. И посоветовал Посещать Литературное объединение Эльминит. В 2013 году Вышла её книга Товарищ Фетт, Которая затрагивает Самые разнообразные Темы И стороны Человеческой души. За эту книгу Она была Награждена Медалью Гильдии Российских Писателей Поэтов Германии. В 2017 году Она окончила Литературные курсы Под руководством Нины Александровны Кодинцевой. И это По её признанию Позволило ей Подняться на ступеньку Выше В её творчестве. В 2019 году Её приняли В союз писателей. В науке Не любить И не прощать Я преуспела Мой учитель Не возвращаться И не вспоминать Как много Ни со мною Не случится. В моём дипломе Будет только пять. Я не люблю Других отметок. Я выучила И готова сдать Экзамен ветров И замёрзших веток. Теперь осталось Только ждать Верёвочку В руках Сжимая И вовремя На санке Стать С осколком Сердце Как убраться Кая А вот ещё одно Сихотворение Коренное Госпоря В последний час Прости мои грехи Когда придёт Чёрт прощаться С миром Сестра Не очищая шелухи Дай мне картошки Я люблю в мундире Всё больше По незнанию Грехи Когда потащат В отнимые бесы Друг ангел Прокричит Мои стихи Послушает Господь Их с интересом И скажет Он какую-нибудь Весть А может И наставит На дорожку Благословен Тот мир В котором есть Сестра И час последний И картошка Произведения Корене Были опубликованы Вышедших на свет В политических сборниках Стихи Мяска и Долинина У нас Общий нерв В целом Жизнь пристекает Эльминитовая чаша В её стихах Преобладает Философская тематика Человек с его переживаниями Становлением Взрослением Это главная тема Её стихов И прозы Впереди У Корене Большие творческие планы И связаны они С подрастающим поколением Свою чистую Светлую энергию Поэтесса готова Направлять В молодёжное русло И опираясь На свой опыт И творческие способности Передавать знания Детям В библиотеках Нашего города Вы можете Подробнее познакомиться С творчеством Этих замечательных Писателей И поэтов Лилии Николаевны Проскурюковой И Корене Карленов Гаспарян Приходите Мы вас ждём